Всем привет! Добро пожаловать на Техноарену! В этом видео я покажу семерку лучших блютуз колонок с Алиэкспресс. Выбрал именно портативные варианты, те которые можно таскать пешком. И заранее предупреждаю, что примеров звучания не будет. До сих пор не все об этом догадываются, но через YouTube вы, как обычно, слышите только свои динамики и все. Ну, нормальным ребятам это понятно от природы, перечислять колонки буду по возрастанию цены, а конкретную стоимость уточняйте, пожалуйста, по ссылкам в описании. Кстати, друзья, на Техноарене регулярно публикуются эксклюзивные рейтинги и сравнения на мобильную тематику. У нас вы найдете море полезной информации, обязательно подписывайтесь и прожимайте колокольчик, чтобы всегда быть в курсе новых видео. Также не забывайте ставить лайк и присоединяйтесь к общению в комментариях. Сначала экземпляры попроще. Evo A106 Pro – это крохотная мини-колонка в стильном металлическом корпусе. Производитель старался избавить обшивку от лишних разъемов и кнопок, поэтому оставил один единственный многофункциональный элемент управления – кнопку питания, которая совмещена со светодиодным индикатором. Синий свет означает, что колонка сопряжена с каким-то устройством. При ожидании сопряжения лампочка моргает синим. Красный свет означает, что колонка заряжается. При полной зарядке аккумулятора лампочка гаснет. На максимальной громкости заряда хватает на 6 часов. Поддерживается относительно быстрая зарядка. 1 Амперный ток за 30 минут продлевает время работы на 2 часа. Про кнопку еще не все рассказал. Нажатиями можно выполнять несколько разных действий. Зажать на 2 секунды вкл-выкл, одно короткое нажатие play-pause, два коротких нажатия следующий файл, три коротких предыдущий файл. В комплекте прилагается крепкая походная мыльница с карабином. Это позволяет прицепить блютус-колонку к рюкзаку или велику, и она будет надежно защищена от непредвиденных ударов судьбы. К тому же вся внутрянка у нее хорошо изолирована. Гаджет безопасно использовать возле бассейна, в ванной, на кухне, под дождем, да вообще где угодно. Динамик орет нормально, что вы хотите от 3-х ваттного тамагочи. Но отмечу, что металлический корпус и пассивный сабвуфер на днище помогают сбалансировать акустику. Бас получается богатый, низы глубокие, серединка проникновенная. Технологии посерьезнее предлагает Tron Smart T6 Mini. Прежде всего, эта 15-ваттная блютуз-колонка привлекает поддержкой TWS. То есть, покупаете две штуки, синхронизируете их между собой и наслаждаетесь настоящим беспроводным стереозвуком. Функция TWS включается через кнопку питания. Вторым преимуществом T6 Mini от Tron Smart является встроенный микрофон. Он обеспечивает доступ к голосовому ассистенту в телефоне и делает колонку псевдоумной. Никакой разницы с другими говорящими шайтан-коробками. Для активации микрофона надо на 5 секунд зажать кнопку play-pause. Естественно, таким образом можно отвечать и на звонки. Две другие кнопки меняют громкость и переключают треки. Звук из колонки распространяется на 360 градусов. С любой стороны ее слышно одинаково. Динамик четкий и детально воспроизводит музыку. Без каши и с ударными басами. Корпус красивый, водонепроницаемый и качественно собран. Габариты достаточно компактные, но это увесистая вещь массой 560 грамм. В комплекте имеются шнурок от ботинка, кабель AUX и провод USB-C для зарядки. Дальность связи по Bluetooth достигает 30 метров в зоне прямой видимости. Батарея очень живучее хватает на 24 часа при средней громкости. Еще одна небольшая и весьма симпатичная портативная колонка это JBL GO 3. Для своих размеров и мощности она звучит довольно хорошо, динамик не хрипит. Задержки нет, то есть, например, при просмотре видео на ноуте отсутствует заметный растинхрон с изображением. Диапазон частот узкий от 110 Гц до 20 кГц. Но на неискушенного пользователя даже мидбас производит поразительное впечатление. Причем акустику может улучшить переключение системных настроек в источнике со стерео на моно. Максимальный уровень громкости я бы назвал толерантным, колонка не будет раздражать окружающих на улице. Батарейка в JBL GO 3 совсем маленькая, держит в пределах 3-6 часов. К сожалению, остаток заряда нигде не отображается. На низком проценте индикатор просто начинает моргать красным и колонка вскоре вырубается. Также она автоматически выключается, когда источник прерывает трансляцию на некоторое время. На зарядке играть умеет. Корпус водонепроницаемый, тканевая оболочка легко снимается для стирки. Микрофона нет, флешку вставить нельзя. Звук помощнее обеспечивает портативная блютуз-колонка Soundcore 3 от Anker. Она оснащена двумя 8-ваттными динамиками с титановыми диафрагмами, которые почти полностью устраняют помехи и искажения. А пара пассивных излучателей усиливает басы даже на низкой громкости. Если раньше вы не слышали что-то получше, то будете просто в восторге от Soundcore 3. Корпус подавляет вибрации, поэтому колонка не прыгает на столе. Разъемов для аудиокабеля и флешки нет, связь только по блютуз, но сигнал ультра стабильный. Ловит на расстоянии до 30 метров, правда работает с задержкой. Видео смотреть не получится. Аккумулятор емкостью более 5000 мА заряжается за 3 часа. Текущий заряд видно на телефоне. Автономность до 24 часов или 2-3 дня умеренного использования. Фирменное мобильное приложение Soundcore позволяет менять режимы эквалайзера. Есть 4 заводских пресета, либо можно накрутить собственные настройки частот. Поддерживается дистанционное отключение колонки через приложение и синхронизация PartyCast. Одна из самых навороченных беспроводных колонок это Mifo A90. Большая, тяжелая, с громкими стереодинамиками на 60 Вт, с цветной подсветкой и с микрофоном для звонков. Совершенно бескомпромиссная вещь, обладает топовой степенью водонепроницаемости IPX8, не ограничивает в выборе источников музыки. Помимо Bluetooth она также играет через аудиоразъем AUX, с карты памяти microSD и с USB флешки. Все разъемы, в том числе зарядный порт Type-C, закрываются плотной заглушкой. Звук шикарный, басы супер. Главное, чтобы источники сами по себе были в высоком качестве. Bluetooth через стенку пробивается хорошо. Колонка Mifo A90 оборудована мощнейшим аккумулятором на 8000 мА, который держит заряд до 30 часов. При необходимости от нее можно немного подзарядить телефон. Разъем USB-A есть же. Для быстрой проверки остатка энергии надо коротко нажать на кнопку питания, тогда верхний индикатор проморгает от 1 до 4 раз. Соответственно, один световой сигнал это 25% заряда, два сигнала 50% и так далее. Тайм-аут без действия составляет 10 минут, потом Mifo автоматически выключается. Кстати, подсветка тоже отключается, жаль только, что нельзя задать свечение каким-то одним цветом, и я не понял, как активировать ритмичное мигание под музыку. На корпусе есть 5 многофункциональных кнопок, а в комплекте широкая лямка, сумка и два кабеля. Отличной альтернативой перехайпленному бренду JBL является недорогая беспроводная стереоколонка Xiaomi, без названия пока что. Оснащена двумя динамиками по 8 ватт, вблизи чувствуется, что она звучит в стерео, но, конечно, для более объемной и обволакивающей акустики надо купить две штуки. TWS-синхронизация между колонками Xiaomi поддерживается на расстоянии до 5 метров. Bluetooth работает стабильно, не прерывается, не замыкает. Соединение устанавливается с любыми устройствами, телефоны, ноутбук, телевизор. Что по качеству звука? Верхи и середину слышно великолепно, низы нормальные, раскатистые. Играет чисто, доступно два режима, обычный турбобас для любителей. Запас громкости приличный, в квартире на полную врубать страшно, ибо окна трясутся. Причем на максимуме диапазон частот не сокращается, хрипа нет. Автономность чудесная в среднем 12-14 часов, либо 4-6 часов на 100% громкости. Разброс зависит от выбранного жанра музыки. Безальтернативный вариант в категории до 100 долларов – это беспроводная колонка Soundcore Motion Plus. Создана для взрослых людей, солидная черная с четырьмя раздельными динамиками для высоких и низких частот. Имеет сертификацию Hi-Ris Audio, которая означает, что колонка в состоянии воспроизвести звук именно в том виде, как задумывалась авторами. А технология Qualcomm APTX дополнительно помогает сохранить исходное качество при трансляции по Bluetooth. В итоге мы наслаждаемся отсутствием искажений, отчетливо различаем все инструменты в мелодиях. Музыка исключительно контрастная и живая, на предельной громкости динамики не захлебываются. А эргономичный наклон конструкции в 15 градусов способствует тому, чтобы аудиоволны из преобразователей более равномерно заполняли помещение. И это реально действует. Играет колонка Motion Plus около 15-17 часов на средней громкости. Перезарядка занимает 3,5 часа, корпус водонепроницаемый. Хоть купайтесь с ней, вреда от воды не будет. В фирменном приложении Soundcore, разумеется, есть любительский эквалайзер и индикатор заряда. На этом все, друзья. Спасибо за просмотр. Напоследок добавлю, что если хотите просто взять что-то не глядя и быть уверенным, что колонка вас не разочарует, рекомендую рассматривать бренды Marshall, Bose, Marley, Bang & Olufsen или Sony в конце концов. Но в рамках топа 7 сложно рассказать сразу про все достойные варианты. Нравится тема портативной акустики? Тогда ставьте лайк, пишите комментарии, я их читаю и принимаю во внимание ваши интересы. Текущие цены на любые блютуз-колонки из видео уточняйте, пожалуйста, по ссылкам в описании. Не забывайте применять купоны, промики и ребейт. Также подписывайтесь на канал и бейте в колокол, чтобы всегда быть в курсе наших новых выпусков. Техноарена еженедельно публикует эксклюзивные топы и сравнения на мобильную тематику. Следите за уведоми, желаю всем удачных покупок и хорошего настроения.